Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Erzongame. Сегодня предлагаю вам вместе со мной отправиться на обзорную экскурсию нового проекта, который еще находится в разработке. Только-только открылся бета-тест, но проект еще строится, дорабатывается и в общем-то еще в достаточно сыром виде. Но это нам не помешает посмотреть на то, как строится проект, что в планах у разработчика, в каком направлении он будет двигаться, ну и все вот в этом ключе. В общем-то давайте знакомиться. Данный проект строится на базе игры Red Dead Redemption 2, стоит на платформе RedM. Ну и направление в дальнейшем у него будет роли play. Итак, знакомьтесь, Western Asos, западные тузы вашему вниманию. Ну и по традиции начинаем с меню кастомизации, которая в общем-то представлена в стандартном виде. И я уже как-то говорил, что в принципе это неплохое решение, потому что разработки, хорошей разработки какого-то кастомного, особенного, уникального меню персонализации пока нет. Есть некие версии этого меню, где-то там выносят персонажа на какую-то другую локацию, но я считаю, что пока нету хорошей, действительно хорошей, действующей рабочей схемы, лучше придерживаться стандарта. Ну и здесь все по стандарту. Как всегда, много одежды, может быть даже и слишком много, но все в общем-то перед вашими глазами. Быстренько накидываем кое-какого персонажа. Здесь можно выбирать рост от самого маленького до самого большого, но самый большой рост не рекомендуется брать, потому что огромный рост почему-то плохо работает в самой системе RDR. Ну я все-таки выбрал самого огромного персонажа, ну и вот как я его настроил, вы сейчас видите. В общем-то меню кастомизации неплохое, стандартное, много здесь есть представленных вещей, в общем все вы это сейчас видите. И давайте потихоньку переходить на сам проект и рассматривать его уже с точки зрения геймплея. Ну а точкой появления нашего персонажа выбрана опять нестандартная локация, а это порт города Blackwater. И вот вы сейчас видите, где мы появляемся. И даже на дальнем плане вы можете заметить, что отплывают кораблики от этой пристани. Ну вот к этим вот корабликам мы вернемся чуть позже, а пока начнем рассматривать проект с самых низов. Что же нас здесь встречает? А встречают нас здесь стандартные рабочие занятия, к сожалению пока еще стандартные, но по ходу разработки этого проекта их будут менять. Но пока мы рассмотрим на то, что представлено на проекте. А это работа строителя и работа почтальона, которые я показывал неоднократно и наверное нет смысла на этом останавливаться. И рассмотрим мы с вами совсем другие занятия, которые есть в разработке этого проекта. А поможет нам сам разработчик, который появился из ниоткуда, пока я работал на профессии строителя. Вот он-то нам все и расскажет. Давайте слушать. У вас измененная карта, это меня заинтересовало. И точка появления была как будто, потому что у всех это Валентайн это уже задолбало. Необычная точка появления. Да, там что-то приукрашено. Смотрю, здание вот отсюда убрали. У вас есть исходники карты? А у нас карта, вы если поездите по карте, карта сильно изменена. Убраны все лагеря ненужные, которые просто стояли. Все ненужные объекты, карта полностью почищена. Нету нигде лишнего мусора. Есть уже сильно измененные места. Скажем, вот здесь вот в Blackwater есть магазин, оружейный магазин, он прям внутри здания сделан. В Ванесбурге там генеральный магазин продуктов есть. То есть вы изменили интерьеры магазинов? У вас свои какие-то уникальные? Да, уникальные. Ну это я делаю, я как раз таки маппингом занимаюсь. Сейчас я это делаю как раз в Ванесбурге. Ну я могу вас потепать, показать, если вам интересно. Вот. Потом у нас грабятся лошади, седельные сумки, грабятся телеги, там своя механика отдельно. В зеленых зонах они не грабятся. Вот эти карты откроете. То, что отмечено зелеными зонами, здесь эти зоны они прям четко видно, что обозначено, что это ЗЗ. Их три зоны. Сандыни, Blackwater, Аннессбург. Вот есть красная зона, где вообще там собраны такие профитные ресурсы. Потом система крафта, в принципе, у нас... Мы ушли то, чтобы тыкать на кнопку все время у нас. И продажи, это сделано так, что ты можешь задать количество и продать сразу. Сколько хочешь и крафтить, сколько хочешь выбрать. Количество и сразу делать. Конюшню не смотрели? Нет, вот я две минуты здесь и все. У меня сам уже вопросик такой. Вот этот скрипт идиотский, он вам очень нужен? Какой именно? Вот этот на строителя. Это как бы начальная работа, им особо не занимались. Это даже не наш скрипт, его просто поставили. Посмотри, какой он остался. А его разобрать и переделать можно? Просто вот это вот дрочиво с кнопкой Е. А, это... Нет, это сделано. Смотрите, такая кнопка Е есть еще в майнинге, это этот... А, против кликера защиты, на самом деле. Здесь просто не настроена эта кнопка Е, потом очень быстро она все идет. Это еще не делали, есть эта проблема. Ну, бросайте работу, просто побегите, упадете, доска упадет, и все. И я вам денежку дам, чтобы выложить себе купили, потому что он бета-тест. Все. Так, давайте я вам денежку дам. Сейчас я уволюсь. А там не надо увольняться. У нас... А, у нас система мульти-джобов стоит. Вы сразу можете быть там хорс-тренером, например, оружейником, и при этом состоять в группировке или в госструктуре. А, ну я просто к тому, что у меня вот этот маркер теперь гореть будет все время на карте. А, да, да, тогда... Ну, как получилось уволиться, по-моему, нет. Ну, вот, кстати, небольшой баг, наверное, это... Во-первых, кнопка у меня мерцает, во-вторых, ее хрен поймаешь. Вот сюда надо подойти, тогда она загорается. А, нет, у меня нормально. Я к столу подхожу. У меня нормально. Ну, понятно, что это начальный скрипт, поэтому я и хотел вот поговорить-то. Ну, первое, что я когда устраивался, он не мерцал, а вот когда подошел увольняться, почему-то на вашем месте в нем вообще она мерцает, ее не поймать. Только вот здесь нормально горит. А нажмите F8, что он пишет. Там есть какие-то ошибки такие, красный, нерор, идет. Кроме, ну, Маншайнер, не смотрите, это дерьеро. Сейчас меня слышно, нет? Их не доделали. Просто в меню F8 нельзя разговаривать. Там красным что-то, минингейм, минингейм, что-то такое. А, ну, вот это и есть оно, скорее всего. Если у вас есть возможность, ну, я думаю, что нет смысла бояться здесь автокликеров. Вряд ли кто-то будет прямо фармить по-жёсткому на этой работе. Но вот если ее сделать действительно для игрока, для начинающего, да, ну, маленькие деньги-то, согласитесь, да, и дрочего много. Взял доску, пешком подошел, взял доску, пешком подошел. Но если остановиться просто на анимации без дрочего кнопки E, будет интереснее, ну, мое мнение. Хорошо, хорошо, сделаем. Убрать вообще не проблема. У нас, ну, платных чужих скриптов, у нас всего один скрипт стоит на сервере, который не наш, без открытого кода. Все остальные скрипты, они полностью, ну, наши, мы полностью все меняем, любые механики переделываем, ну, и сами разрабатываем, как бы, скрипты. Вы пишете скрипты, вы не покупаете, вы их берете, сами делаете? Да, да. Вот это здорово, это я хочу посмотреть. Вот, у нас, как бы, ну, сейчас по конюшне оцените, конюшне, тут просто до этих механик не дошли. Так, денежку я вам закинул. Это вы маленький или я большой? Это я маленький и вы большой. Вот так вот, да. А, нажмите Z, кстати, Z нажмите, это радиальное меню. Здесь пока есть обновить скин на всякий случай, это полностью перезагрузка персонажа, если вдруг что-то не дойдет не так, да. Потом есть, у нас есть такая механика, как меню скинов, но у вас ничего не прописано. Грубо говоря, вы можете, это для людей сделано, для рпшек, там, кому надо, они выдаются. И, грубо говоря, любой скин из РДР, любых сюжетных персонажей или каких-то для девушек. Девушки у нас там, кто бегает, сейчас бета-тестит, у нас их три или четыре. Вот, там одна выпросила себе этот скрин, там есть девушка, единственная в РДР, у которой этот четвертый размер груди, стремящийся к пятому. Вот, ну, это такое, это уже для рпшек больше, это вот меню скинов есть полностью, что не только администрация может натягивать, но и пользователь любые. Это тоже система реализована, плюс у нас эти скины, есть проблема в РДР вообще, когда родной команды админское делают, они перезаряжаться не могут, и анимация не работает. У нас работают все анимации, переезжают, но есть там некоторые проблемы сейчас еще решаемых, там, именно с ртеном бывает. Но, опять же, все зависит. Вот такая тема для рп, именно, это здорово, потому что человек может кастомизировать себя под какую-то роль. А, мало того, у каждого скина, еще, например, тоже, у основных сюжетных персонажей РДРских, там есть куча комплектов одежды. Что человек может переодеваться, там, до 15-20 комплектов одежды уникальной, которые не купишь в маркзине. Вот, здесь у нас конюшня, ну, зайдите. В конюшню, конюшня, может быть, немножко непривычная, она, как бы, еще до конца прям не доделанная. То, что два МПСК, смотрите, сейчас скрипты перезагружали, если у вас их два. Это скрипт перезагружали. У меня их четыре. А, ну, это значит, четыре раза перегружали скрипт, вы были на серию. Просто скрипт перезагружали, а там один, который не отвечает за спаун объектов. Там мы с интенсивностью освещения сейчас разбираемся. Так, сейчас я попробую зажать сначала разговор. Меня сейчас слышно же, да? Да, да, вы зажимаете и заходите, нажимаете G, и она будет, вы сможете говорить. Вот, я вижу, да, микрофончик зеленый, так что вы меня слышите, да? Да, да, да. Да, слушайте, это прикольненько, чистенько, так... Одно место, где появляются все лошади, это что, если потом кому-то конюшню ставить, например, корпоративную и так далее, все застроено на одном месте, это оптимизация, первое на первое, во-вторых, освещение добавлено, там и днем, и ночью, светло. А потом, смотрите, у каждой лошади, все лошади, они разные. Конфиг взялся из начальной SRDR-овские, дальше мы, некоторые лошади, у которых есть суперзабущенные параметры, есть у которых лошади подешевле, там похуже параметры. Это как бы все на лошадях работает. Также там пугливость, но здесь не указано, есть параметр пугливости, управляемость там есть, пугливость, еще какие-то три параметра, которых не отображает ни РДР, но мы их тоже поднастроили. Прикольно, я просто боюсь отпустить кнопку N, повернуть лошадей можно покрутить? Там есть кнопка, кнопка мышки, все мышкой управляется, мы первый интерфейс сделали, сейчас это дело будем переделать везде интерфейсы, чтобы мышка работала и клавиатура одновременно. Там внизу есть повернуть, есть режим просмотра, но там еще камеры не настроены, а в режиме просмотра будут еще разные камеры, приближение, удаление к основным частям. Я понял, я тогда сейчас кнопочку N отпущу, да? Вы можете отпустить, отпустить кнопочку N, у вас будет все равно микрофон гореть. Так, режим просмотра я включил, и как теперь ее крутить? Стрелочкой? Там есть кнопочка, нет, кнопочка повернуть, просто на нее пока тыкать, она будет в одну сторону. Она еще и жопкой трясет лошадь-то. Да, да, но это физика, это не наша заслуга, это RDR. О, если бы можно было вправо-влево сейчас ее делать, оба она такую вот же год танцевала. Да, ну, не, мы сделаем вправо-влево, это просто недоделано. У нас человек, который занимается интерфейсами, у нас команда работает вообще. У нас есть кто-то отвечает за скрипты два человека, именно за сам функционал. Есть кто отвечает за интерфейсы человек. Я отвечаю за 3D-моделирование, графический дизайн, маппинг и частично там за настройку конфигов. Ну, короче, у нас тут команда работает. Мы уже как разработка занимаемся где-то полтора месяца, наверное, вот так вот, с нуля. Это вот мы с нуля за полтора месяца сделали. Поддержка русского языка есть, да? В смысле? Так, я ее назвал серенькой, да, есть поддержка, все нормально. А, поддержка русского языка кругом есть полностью, это везде. Самый, у меня что-то проблема с лошадью, я ее купил уже два раза, а нет ее. А зачем вы покупаете? А, все, я понял, смотрите, это проблема, знаете, в чем? У вас дискорд, дискорд, не привязан к файфему. Ну, это нужно, чтобы вот дискорд, в этой системе еще не убрали вот эту фишу, чтобы дискорд был привязан к файфему, иначе лошади не покупаются. Так, я вам сейчас покажу сейчас систему ограбления лошадей. Вот вы сейчас в зеленой зоне, вон она, лошадка прибежала. Попробуйте, подойдите к лошади, нажмите B, ну, B-кнопку английскую. Что он вам написал? В зеленой зоне грабить лизер? В зеленой зоне нельзя грабить, да. А садитесь на лошадь. Здесь тоже не вот эта фигня стоит пока, да, ну, просто еще не доделали, думаем как. Есть, открылась, не знаю, только слышно, у меня нет в меню, нет разговора. Ну, телеги уже с отмычками, там надо вскрывать отмычками телегу, там другая механика. Слышь, мы пока не знаем, как правильно сделать, нужно, чтобы какое-то время было тратилось на залазивание в сумку. Скажите, а есть возможность победить вот этот вот разговор в меню, не работает никак? Нет, это родная механика, это вот надо зажимать или кнопку, или этот, это прям... Это Voice, это стандартный, это с ядром шоу, ядром мы переписывали, но Voice еще не лазили вообще сам по себе. Победить, наверное, можно, если задаться этим вопросом, там, возможно, специальное ограничение стоит. Просто это, ну, в самом геймплее очень часто мешает, когда ты параллельно с кем-то общаешься, да, там, какую-то, может, даже роль отыгрываешь, и тебе нужно зайти в меню, и получается такие прерывания постоянные, просто потому что человеку надо в меню зайти, поэтому он, как бы, приходится прерывать разговор. Да, не вопрос, что же, потом зайду да привяжусь. Я просто вообще просто так зашел, смотрю, новый сервер, никакой рекламы я про вас не слышал, это я просто мониторил. Мы не даем пока рекламу, не даем рекламу, у нас тоже есть маркетинговый потенциал, и стримеров, и людей. У нас сейчас, смотрите, по группировкам, у нас Apache сформирована, это группировка индейцев, они в Мексике, в красной зоне базируются, и еще два ранчо уже в Кроне стоят, там, отдельно, как бы, под них сейчас делается, люди, как бы, заходят, но у них прайм-тайм, там, человек, на 10-15, сам много, у нас, ну, 15 человек, ну, по-моему, но это кто, ну, основной комминтик, кто, сейчас. Вопрос с подвохом, вы мини-карту не собираетесь убирать? Пока не знаю, видели, как это реализовано, есть и положительные, функции от этого, есть и отрицательные. Положительные какие? Положительные, что это, как бы, усложнение игры, хардкор, что, типа, надо доставать из инвентаря, открывать, а, вообще мини-карту вот эту, я понял, что, извините, что-то это, ну, нет, мини-карту, но у нас ее можно отключить, вы можете нажать, там, не доделано, там, на английском, нажать пейдж-даун, там есть, чтобы отключить эту мини-карту, если вам надо. Вот, вот хороший вариант, вот, блин, я вот об этом говорю уже не на одном, нет, понимаете, она усложняет-то усложняет, но она усложняет не ролевую игру-то, а геймплейную часть усложняет, потому что, действительно, надо постоянно, вот, почему я все время бомблю на этого строителя, потому что, работая строителем, начальная игра, да, тебе надо после каждой доски открыть карту, ну, это же глупость. Ну, да, ну, смотрите, по мини-карте мы отдельно у нас, в радиальное меню добавим, убрать интерфейс полностью, это для эскешотиков, и для этого, чтобы убирать будет интерфейс, в первую очередь. Вот, у нас сейчас больше, вот сейчас, запросы, сейчас последнее, то, что комьюнити просила, мы сделали, у нас, пять видов разных курения, сигар, сигарет, женщины курят, есть трубки курят, сейчас, вот, кто анимациями занимается, парень, он доделывает трость, доделывает веер, чтобы у девочек был, ну, зонтик-то не есть, там, этот, именно анимация доделывает отдельно, именно, как с предметом. Обожаю анимации, обожаю анимации, занимайтесь, чем больше, тем красивее будет игра. Девочки у нас пьют из фужеров, таких, как шампанское, это они попросили. Вы обещали показать красивые интерьеры, ваши уникальные? Так, пойдемте, здесь оружейный магазин, он ночью закрыт, он по времени. Здесь пока без телепорта победить не удалось. А, подойдите, нажмите G, вот здесь зеленую кнопку, да. Вот, видите, я на улице бегаю, вы меня видите, у нас, как бы, мы стараемся интерьеры интегрировать в карту. Это прикольно, вы даже меня слышите? Да, я вас слышу, вы находитесь в карте, вы за стеклом, здесь вы реально находитесь за стеклом, просто дверь распечатать не можем. Сейчас я покажу с распечатанными дверьми, такой же магазин. Дальше в проекте будут эти двери действующие, да? Ну, да, если мы найдем вариант, потому что здесь есть несколько вариантов маппинга, и вот этот маппинг, который смотрите, это уже идет через MLO, ну, формат. Там немножко, как бы, он не разработан. Вот, и тут вы, как бы, полностью находитесь, и стекло, но, правда, я сделал, чтобы она не билась. Вот, и это, так. Ну, покажу, давайте пару ранч. Ну, вот, посмотрите, вот это ранчо же узнаете? Нет. Ну, это возле Blackwater ранчо пчелиное. Ну, все почищено, здесь убраны заборы, потому что там есть механика для заборов, огород стоит. Так, внутрь тут, она куплена, сейчас я вас там внутрь затащу. Ну, вот, здесь, смотрите, интерьер. Это под хозяина делалось. Даже ванна есть. И в тазике вода. Не, у нас даже фонтаны рабочие мы делаем, ну, свои, что и вода бьет. Здесь сейчас есть, вон, где поле находится, растение, там есть ферма для посадки растений. Там она пока упрощенная по времени, и не привязана к температуре, но мы привязали к зонам. Вы заходите в зону, есть бесплатные поля, где у всех могут растить, но там, естественно, что раньше является приватной территорией, здесь еще и убран забор сейчас полностью. Здесь будет забор, через который нельзя будет перелезть, можно будет только зарейдить. Вот, вот сюда заходите, здесь вот выделена площадка, она вам напишет, что ферма Blackwater. Здесь уже можно осуществлять посадку растений. У меня что-нибудь есть? Так, у вас вот появились семена. Вот вы зайдите в зону, чтобы, ну вот, вот сюда выйдите, и нажмите использовать через инвентарь. Во, вот это поехало, все, поехало. Пошла анимация работы с тяпкой. Да, морковные семена не работают, а вот эти кукурузки не работают. А, они отключены, отключены, потому что там через дикую морковь, через херболизы. Сейчас вы еще сажать его будете. Все, как-то это. И что, и он прям будет расти, что ли? Да, да, будет расти. Вот, появилось. да, появилось. Вот, возьмите ведерко, вот, я вам выкинул рядом, ведерко лежит с вами. Пустое ведро, вам нужно полить. Нажмите вот под эти колонки и используйте предмет. Здесь пока анимации нет, но мы ее тестово оставили уже, что она этот, ну, набирает воду, качает прям кранчик. Забрали ведро? Да, да, но без анимации, как вы сказали. Да, без анимации. Сейчас идите поливайте, там уже анимация есть. Вот, и прям сюда подойдите и полейте, просто нажмите. Вот просто вылил нахрен ведро и все, блин. Ну, блин, и она подросла, и она подросла, да. Да, и пошел таймер, она сейчас еще подрастет. Ну, тут еще надо кое-что подработать, есть нюансы, но такие, знаете, эстетические, это уже там будем доделывать. Ну, сейчас она растет минуту, это довольно-таки быстро, там дальше уже будем регулировать под экономику, это пока, чтобы люди могли протестить, посмотреть саму механику. А этим будут заниматься исключительно вот премиальщики, или это будет... нет, вы посмотрите по карте, по карте, в эквотере есть ферма для начинающих, кукурузная, там только кукурузу в эквотере можно расти. А вот она, кстати, ферма, вот она для... ну, в превышке здесь только кукуруза сажается, кукурузное поле. Здесь сажают, люди могут сажать кукурузу, ну, как фарм, начальный, тоже пойдемте. В Сандыни только сахар, и есть еще поле на карте заброшенная ферма, там, посередине на карте, там тоже так и в холостом, заброшенная ферма. это для общая, для всех. я где-то вот в общем месте посадил, во, выросла она. Я ее посадил. Украсть ее не могут, украсть ее не могут, собрать можете только вы. Это поставили защиту. Это поставить защиту, потому что иначе там, ну, в зеленых зонах будет, будут сажать люди, будут играть. Это убрано. Ф, кнопка Ф, да. А, Ф. просто она выросла прямо передо мной, надо было отойти и еще раз подойти. Все, да, я собрал пять кукурузок. Прикольно. Прикольно. Пойдемте, тут еще есть яблоневые сады, у нас тоже там с ней механика, пойдемте покажу. А вот тут вот можно с яблонь прям яблоки собирать. Ну, можете одно собрать, там оно несложное должно быть. Или там тоже ненавистная мини-игра. Я просто уже не помню. Нет, нет, здесь просто, как бы, я любуюсь анимацией, но он просто сидит. Так вот, ничего сложного. нет, анимацию, что надо искать. Тут не нашли, но просто, что, что так долго он собирает, яблоки? Ладно, это подумаем. вот у меня на самом деле претензий нет, просто сколько он за это время соберет, а так-то, в принципе, Но он рандомно, от двух, от одной до трех. Так, пойдемте дальше, но яблоки нужны для самогона, там, с рецептами. Вот, это раньше на реке Little Creek, где это? Кормела, Кормела, Волица, или как, Кормела? Но только вы это все обвесли за вором, Это уже полностью, это вот как кровностью приватная раньше, вот на эти двери будут ставиться замок, двери открываются, закрываются, и при рейде, когда их будут досерейдить, полиция, или там, другая группировка, вот эти ворота подрываются, есть механика с подрывом, но значит, это дело, что будут ворота разрушены, стоять, вот, с оборота будут разрушены, можно будет дойти, соответственно, потом, после рейдера можно будет их подчинить. Пишается в глаза, что завод стоит высоченный, чистокол такой. Ну да, он еще, по нему бегать можно сверху, он функциональный, здесь еще есть, у меня разработка, но я не завозил пока, здесь будут еще стоять вышки, по 44 вышки по углам стоять и кое-какие плюшки стоять, но это пока не доделан, он в процессе, я его сделал, как демонстрационный, что мы это можем. Ребят, сейчас покажу, давайте форт в Мексике, там у нас живут индейцы, они вырезали, мексиканцев и стали жить там, сейчас покажу его. Мексиканский форт, ну как этот, он тоже здесь измененный, здесь только два входа, только с ворот можно зайти, непосредственно, но он здесь под индейцев сделать. Я смотрю, вы антуражик подобрали сюда, индейский, да? Вот, залезть, как вот в родном РДР, залезть с боков, ну вот так вот, подъемы бокалы, здесь вообще их нет. А если подогнать телегу высокую из телеги, тоже никак? Нет, не залезть, и даже на тот чистокол вы не залезть, который был, там все продумано. Слезть оттуда можно, стрелять можно, залезть туда нельзя. Ну, возможно, будут штурмовые лестницы, но над этим пока думаем. А сейчас вы взорвать не сможете, да, эти двери? А сейчас не стоят замки, во-первых, и не стоит этот, ну, система взрыва отработана, как бы сама по себе. Там есть, система отработана, что разбитые ворота будут, у них такая дырень будет большая в этих воротах, да, но там не отработана система починки еще до конца, поэтому он на локальном сервере стоит. Ну, тут у них меню группировки, уже своя конюшня стоит, ихняя, вон, видите, она отмечается на карте. Работа такси уже есть, извозчика? Да, есть, она не настроена, есть работа баунти-хантером, охотиться на ботов, тоже такая есть работа. Это в красной зоне, там, ну, кому-то жесткий, говорят, сильно боты, кому-то говорит, нормально, но они у нас, мы пытаемся интеллектом дописать, сейчас они у нас, что делают, они, ну, сражаются, все сразу не убегают, там, как бы, вайли, плюс, когда вы от них убегать, начинаете лошадь, вызываете, они вызывают своих лошадей, преследуют вас, но там еще работать, пока надо работать, как бы, он рабочий скрип, но так себе, сейчас я вам покажу систему золотодобычи, есть два вида золотодобычи, есть через миску, вот я сейчас на пол, давайте отойдем, я выброшу на пол, чтобы видно было, я и вас-то не вижу, вот я миску здесь положил, есть миска, сейчас я вам, во, 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 нарисовались, вот поэтому и медведей я не видел, вы только что появились, вот только так сейчас, а, ну, в этой затепе не, вот и можете подойти, в воду вам нужно зайти и начать промывать, на миску нажимаете, он начнет проймать, сейчас я другой вариант покажу, для продвинутых, вот, вот так вот золото, оно может выпасть, может нет, там есть рандомный шанс, и постоянно меняется, за каждую, пристарт, меняется золотоносные водоемы, то бишь, вы не получите, чтобы на этот, нашли место там, и постоянно фармите, вам придется искать, это именно вот, а вот есть еще принцип, золотой драги, я вам дал драгу, откройте, а мне вот сейчас, вот я в воду зашел, мне написало, здесь золото точно не то, нет, это вы прям, золото там, бывает такое, а может здесь золото выключили, кстати, а может оно перецепнулось, а просто нету, выйдите из воды, да, тут есть такая тема, когда заходишь, надо там написано, нажмите U, чтобы попить, нажмите Enter, чтобы умыться, что-то такое, вот, тогда срабатывает, а вот здесь не срабатывает, а, ну это, это нам и, как бы сама система, набирать воду, и умываться там, из водоемов, из этих, вот сейчас эта надпись пропала, но я стою в воде, вот сейчас еще раз попробую, да не, она у меня работает, там, вы же в инвентаре жмете на миску, не здесь на кнопку, не, нет, в инвентаре, да, вот написано здесь, точно нету золота, проходим вперед, вот, загорелась эта, нажмите Enter, чтобы набрать воды, все, я понял, у вас немножко как-то карта странно отрисовывается, интересно, чего бы это, и вот, все, и он пошел, но вот эта надпись, она немножко портит, то, что происходит на экране, прикольная анимация, и вот эта надпись, она вообще лишняя, да, может быть, из-за того, что мы тэпаемся, у меня сбой пошел, может из-за этого, да, потому что у меня вода гораздо раньше начинается, и все, не, но видите, тут тоже, что и умыться, и набрать воды, там тоже с этим отдельные механики идут, и как вот их совместить, только так пока получается, пойдемте дальше, может быть, вот эту надпись, она очень черная, да, на черном-белом написано, с зелеными вот этими обозначениями, может их просто как-то пониже сделать, чтобы вот картинку-то не портил происходящего, может быть, просто она как раз вот на мисочке у меня попадает, пойдемте, а вот из воды выйдите, вот вышли, теперь даже инвентарь откройте, там у вас есть драга, нашли ее? Да, что ее вставить могу что ли? Да, устанавливайте. Куда угодно? Нет, тут в радиусе 20 метров от озера, вы сможете только поставить, в другом месте, в воде не сможете поставить, только в 15 метрах на грунт, вы ее поставьте. Сейчас, я уже пришел тестировать, сейчас я потестирую, в камень я ее могу поставить? Да, сможете. Но вы ее потом собрать не факт, что сможете. А, тогда не будем, в траве ничего ей не будет мешать, да? Нет, в траве не будет, трава, вот это все, как бы не будет, без проблем. Ну, вот здесь, например. И я опять яблоки собираю, Да. не совсем. Все, осталось. Появилась драга. У нее есть там свое меню, она работает автоматически, вам не надо никакие кнопки сжать, вам надо ее охранять, потому что вы в красной зоне находитесь, и любой игрок, он может у вас украсть эту драгу. Он прийти и собрать ее может, забрать у вас. Идите в воду, зайдите, используйте лопату, он наберет грунт для промышки. Вот, вот мы не знаем, почему первый раз сейчас разбираемся, второй еще раз подберите, он начнет копать. Почему-то анимация обогуется, но это наша анимация, сами ее делали, там, человек, тестировал, вот, и она почему-то это. Вот, вы набрали породу, вот теперь пойдемте, закиньте породу в саму драгу. Вообще написано, нажмите G для промывки породы. Нажмите G, она откроет меню драги. Но ничего не происходит. Ага, понял. Все, ладно, тогда демонстрации не удастся. Все, все, я, он ее не дописал, галять косячник. Мы просто вчера меняли, убирали там дюб нашли, и меняли этот, механику. Тут, в общем, закидывает породу, идет таймер, 10 минут она промывается, и 10 золотых самородков дает. Ну, а здесь будет анимация, как я лопатой туда кидаю, типа... Нет, нет, вы подойдете, засунете туда, высыпите мешок, и вот, и там пойдет таймер. И вы будете, вы должны будете ее охранять, потому что могут приехать, вам дать по щаму и забрать эту драгу. Единственное, что не знаю, вы вот это уже окончательный вариант или нет, но хотелось бы видеть что-то более массивное, чтобы это реально было похоже на промышленное что-то. Так это похоже на корыто для стирки белья. Я понимаю, к сожалению, пока свои 3D-модели мы можем завозить, но с этим возникают большие проблемы. многих клиентов начинает крашить, а сама оптимизация плохо работает. Сколько тестили модели разных способов, 3D-модели своих, а эффект один и тот же механизм не доработал. У самого 5FM, вот, и поэтому лучше ничего пока не нашли. Понял, понял. Вообще была задумка изначально, но решили, это слишком заморочено. Вообще, ставится генератор, у нас есть паровой, электрический, туда закидывается уголь, ты от генератора тянешь шланг, там насосик стоит, и она сюда начинает еще вода сверху бежать, и шланг ставится, и ставилась настройка, но это решили, что слишком замороченный крафт. Крафта можно уже облегчить, поиграться с настройками, но зато то, что вы сейчас рассказали, прямо как из какой-то фантастической игры, блин, вот это, я бы сейчас сказал, вообще запупись, то, что вы озвучили. Но это так, прикольно, но это несложно, несложно реализовать, мы просто доделали саму механику, тут проблемы с механикой, потому что логика у РДР специфическая, вот, у нас вот эту драгу сейчас, ну, сейчас она даже не работает, а так вообще сейчас покажу на самогонных аппаратов, их не вы, чтобы там есть дюпанье, спаун предметов предведи, когда там от количества людей, вот это все фиксили, на самом деле, мы, по-моему, первые, кто вообще, ну, не пидосы, не могут, не могли решить эту проблему, что, когда при спауне объекта игроком, там происходит, что даже, что он записывается, записывается, с базы удален, что он начинает спауниться, размножаться, вот эту проблему мы решили, первые, потому что, сколько лазили, там все спрашивают, как это сделать, кто пытается что-то с объектами реализовать, но у него не получается, у них не получается. Да, ну вот я вот, вы сейчас как сказали, вот это, что шланг тянется, работает, я вот представляю, стоит вот этот стол, больше этого раза, наверное, в четыре, да, стоит этот генератор, от него дым валит, вот это было бы прикольно. он, мало того, там будет дым, он, мало того, он крутится, там будут эти поршки ходить на генераторе, это все уже есть реализован. Вот, еще сверху, и к шлангам вы подключите, сверху будет бежать вода, это тоже как бы есть механика, это уже сделано, планировали делать, ну да, сейчас покажу самогонный аппарат. Ну, что-нибудь вам по антуражам не найдем, красивенькое, такое место-то, начало игры, здесь происходит, вот, вот здесь чисто поле, вагонетки стоят, вот, а, еще это вот сейчас, пока это в будущем, если у нас все пойдет, как мы планируем, и мы добавим, что все половые признаки будут у мужчин и у женщин, вот, можно будет развиваться, потом, что у нас можно, оружие, два пистолета в руках держать и стрелять, это реализовано, сохраняются все патроны, крафтовые, и у нас есть стандартный, стандартный продаются в магазине, а там, например, экспресс, зажигательные, брови этот, разрывные мы убрали, все стрелы, стрелы, а, отравленные стрелы у нас еще не победили, не работают, ядовитый самогон у нас работает нормально, прям, что облака появляется у всех и травит, вот он аппаратик у вас стоит, с дымком, как вы хотели, да, да, если вот на драге будет больше, чем он здесь, дым, да еще и черный, его будет очень прикольно, это сделаем, сейчас я вам выдам этот, брагу, тут уже она изготавствует, еще один предмет, бочка, где вы заклашиваете брагу, она остается где угодно, это вы сейчас заклашиваете браги, надевать, потом едете, у себя перерабатывать, работает точно, сейчас откроется меню, кстати, попробуйте, да, здесь у меня меню работает, и меня сейчас слышно, да, сейчас я вам дам брагу, ну, брага, соответственно, собираешь сахар, да, там, бочки какие-нибудь, ты собираешь сахар и ресурсы, есть травничество с хербаллизмом, есть, которые выращиваешь на фермах, там, четыре вида самогона сейчас добавлено, разного, вот, он по-разному, каждый самогон, разные эффекты дает, где стамину бустит, где жизни со стаминой, где еще что-то, закидывайте, вот, у меня сейчас как полицейскому придет уведомление, что, как вы начнете готовить, самогон этот, мятный самогон, я вам мятную брагу дал, да, 10 минут, да, в этом районе, кто-то хочет в этот, в каком-то из районов, кто-то хочет варить самогон, вот, и пошло варение самогона, если вы отбежите от него на 20 метров, он прекратит варить, его тоже надо охранять, я, как этот самый элитный самогончик, из рюмочки, это экспериментально, это, я не вижу у вас анимации, потому что она не доделана, это экспериментально, ну, я с бокальчиком, из такого женского пью, так, меня слышно в этом, нет, не, а сейчас, вот, все, все, пошло, я его разбираю, ну, он уже исчез, а я пошла не мать, вот, все, все, я собрал, могу ноги дергать отсюда, вот, это серая зона, это не зеленая зона, Валентайн, тут тоже, как бы, есть функционал, в ванну, кстати, не ходили, в наши ванны, нет, а сходите в ванну, попробуйте, пойдемте, сразу в ванну зайдем, сходите в ванну, ой, 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 и началась, ой, 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 ванну, ой, 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 так но вот это тоже раньше узнаете она еще как вы делаете все это кладем отработаю поставил вот эту беседку то есть доделал вчера вот вот для них это они попросили отдельную беседку отец тут еще будет куча зелени на ней она будет как этот с вином с розами то есть вот а стандартная беседка им показалось маленький да ну вон ведь это стандартно это вот такая вот беседка или нападет подозеленение это как бы вот полностью мой маппинг вот же игроки капризули туда не ну они как бы хотят и поддерживать нас чем проблема пойдемте интерьер покажу там у них еще на крыше будет парковка для воздушных шаров разошлись что планируете с воздушными шарами то что-то будет у вас такое но воздушные шары сами протестили сейчас завезем воздушные шары сначала до подправим их не механику потом хотим завести дирижабль на базе воздушного шара сделать многоместный уже нормальный вот мы это пока в работе пока воздушные шары есть но их пока как бы этот стандартный там только скорость измена управляемость более-менее нормально но также в корзине может сеть только один человек но может сделаем что больше сидели посмотрим и пока этот а все в планах сделать дирижабль и вот это уже интересно но это просто работа другого уровня это сейчас мы как подводим черту открытый бета-тест доделаем все вот нерабочие то все где проблемы всплывает доделаем а потом уже займемся новыми разработками что идей много и трудоемкость везде разная поэтому мы сейчас доделаем то что есть и от этого уже пляшем так но покажу еще в ваннесбурге магазину там с освещением проблема увидели нет вот вот магазин сейчас освещение освещение не очень здесь же полностью интегрированы в карту здесь проблема есть освещение я его сейчас решу здесь нормально будет светло не будет времени и дыма но тут есть проблема что этот вот это освещение пока не срабатывает здесь уже полностью видите интегрирован в карту магазин хреновенько видно здесь свой интерьер или вы какой-то подобрали здесь это вообще мой интерьер полностью сделан я же говорю здесь проблема с дневным освещением я его настроил я если бы могу поправить вы его просто не указать попробую не а нет нет я у меня светло в общем как я себе могу локально поправить а сервера почему-то всем не приходит с этой проблемой сейчас разбираемся раз покажу ипадром там люди тоже попросили ипадром это вот ипадром небольшой но он там тоже под определенные винты это прям людям очень хотелось видно его у вас прогрузился да да я просто на карту посмотрел где-то находится причем ты скачешь если хочешь по узкому кругу пройти-ка в гонках ты можешь оплак зацепиться из лошади слететь свои фишки есть но это пока доделается это как бы тут такое вот это люди попросили для них сделано по круговой барьер коневодству хотят заниматься она есть у нас там приручение лошадей механика но это только хорстренеры да они могут ловить лошадей продавать их да там приручать и продавать и также лошади все прокачиваются у них четыре уровня вот поэтому как бы тоже считаю что мы должны что-то с этого хотя в к нам приходится владельцы иностранных серверов немцы приходили французы и турки парни и просили там продать маппинг и кое-какие там скрипты которые они у нас видели что таких скриптов нет они но мы пока ничего не продаем у нас полностью пока все на сервере но мы как бы индивидуально серверу придать так давайте вас в полицию т.п. но вы посмотрите меню полиции у нас полицейский будут выглядеть как полез вот так вот вы будете одеты там есть черные синие костюмы есть костюмы детективов есть костюмы рейн рейнджеров там много очень всего но тогда вам перезайти у вас все заработает потому что ранг прописывает столько после перезахода потом надо будет посмотреть вот еще чуть интерес такого показать в принципе тут еще много чего можно рассказывать там и охоту можете попробовать она тоже у нас другая скупается все автоматом давайте покажу где крафт так вот здесь вот зона крафта есть разные виды крафта здесь вот это верстаки там вы делаете предметы в печке этого плавильня здесь переплавляются металлы которые добываются есть пять шахт разных где копаются на материалы и они там совмещать то есть делается как бы пачкой можно делать там чуть выше его в лагере там крафт еды настроен вот принципе мы можем там любую крафтовую систему таблицу делать все что надо чтобы крафт его сделалось что все что использую также есть крафт оружие и кустомизация оружия вот это еще отдельный блок понял механику и в принципе я уже как-то говорил что я одобряю именно вот это вот и были проекты где крафт выведен на определенную кнопку у каждого персонажа это нужно такая себе занятие вот это лучше кстати говоря единственная просьба если будете делать вот эту менюшку да чуть чуть побольше мелковатой надписи не основного меню от когда вот выбираете запчасти да и вот там уже там пишет то пишет сколько это да там есть там ребит вот и здесь также плавить металл ну вот это плавка металла типа такая вы не доменая печь на купите самый дорогой корабль за 50000 покупайте вот только не выходить из него потому что вот все шифт вперед по моему шифт зажимаете поплывет вперед тут я смотрю еще и сниматься из саму с положением персонажа беда какая-то да 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 она как бы а у вас еще камера запаковалась нет тут еще не доделано я включил от первого лица у меня руки узлом завязались вокруг штурвала вот он полностью как бы функциональный и все это как раз можем на этот островок прибыть если вы с него выйдете вы в него снова не сядете это еще не доделали пока сделали попробовали что во все или только в этот только в этот все остальные нормально блин ну здесь лошадей можно возить их на экспорт я там много чем можно здесь она под лошадей сделано корабль сделан это как бы перевозить лошадей еще прогулочные есть большой корабль грузовой но это такая как бы такая сам простенькая работа скажем так для души для души для души это ну вот на этих проектах это в новинку вот тут видно только что не на текстуры до зачастили но это первая первая работа как бы такая вы видите сетку видели она уже другая тут как бы пока начальник это одна из первых работ а нам механики вырабатывались она не сказать что идеальная но пока тут много где зачастили текстуры потому что еще пока не знали как это заводик да стоит баржа какая-то стоит надо ее посмотреть где стоит именно blackwater а нет этот еще пока кран не работает там просто как антураж стоит пока если вы программы про краны да 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 нет кран не работает просят народ чтобы можно было крановчиком работать грузить на корабли чтобы они подплывали яга ребят мы считаем то что есть потом этим может быть сделаем может потому что там другая работа там пока просто маппинг стоит я так антуража сделал но это как бы такое то то что в работе находится сейчас мы допиливаем просто хвосты делаем то что уже есть как мы заплату это доделаем мы выходим на релиз что люди уже просят что давайте уже хватит бета-теста вот и начнем потом делать другие механики вот которые мы можем потом отредактировать изменить подогнать под нашу механику ну и так далее вот это это в дискорде у нас там дискорде если там походите нет нет дискорде там как раз таки там и правила и игровые зоны а вот и все остальное там раз уже группировочные есть комнаты где сидят вот у нас сейчас нет полиции мы сейчас ищем людей кто бы полицию взял желательно статом потому что это основополагающие для р.п. как бы группировка вот желать что для человека 3-4 пришло в полицию которые и начнут будут развивать потому что бандосы есть это у нас индейцы есть мирные ребята которые там тоже их 6 человек индейцев 7 человек они заходят фигней пострадать я понял ясно все ладненько спасибо вам огромное не буду отвлекаться занимать своими делами спасибо большое еще раз да не за что ну вот друзья такая вот экскурсия от самого разработчика данного проекта western asos у нас произошла мы узнали что хочет разработчик в дальнейшем какие у него планы что он будет менять какие изменения глобальные будут какие-то будут маленькие фиксы какие то есть интерьер чеки в общем все все что здесь показал автор и это уже есть и еще мы узнали о том что будет в разработке и сейчас над этим работаются есть интересные уникальные скрипты которые может быть мы не увидели но увидим в дальнейшем если зайдем на этот проект и уже посмотрели наработки каких-то интересных занятий в общем вот в таком вот ключе двигается данный проект я еще побегал немножко по проектику посмотрел по обтестил и кстати заметил что автор все-таки немножко лукавит и открыв о бт я думаю он пропустил два основных шага альфа тестирование и закрытое тестирование потому что есть те же самые баги на которые я показывал пальцем на других проектах а так например почтовая служба очень хреново работает не работает gps то есть не прокладывается маршрут вы это сейчас можете видеть я взял работу я еду стрелочка показывает мне прямое направление то есть не изгибается по дорожкам просто прямой луч идет от точки а до точки б ну и также с анимацией если зайти работая на работе почтальона в магазин и задействовать стороннюю анимацию а я например зашел магазин одежды задействовал анимацию и как и на прошлом проекте который я показывал ящик зависает в воздухе и больше наш персонаж не может ни с чем взаимодействовать в этом мире этот баг тоже надо исправлять ну а в целом в целом наверное вот такой вот этот проектик интересно посмотреть будут ли реализованы все вот эти вот грандиозные задумки автора в на этом проекте ну естественно в какие сроки и как это будет по качеству это все мы может быть посмотрим в следующих сериях по этому проекту если еще будем сюда заходить ну а в целом в целом вот такой вот проект он еще разрабатывается он в обт можете зайти и тоже поучаствовать в тестировании ну и на этом мы будем заканчивать спасибо всем кто зашел посмотрел играйте в игры получаете удовольствие ну и всего вам доброго а и Субтитры сделал DimaTorzok